Вопросы, конечно, актуальны именно сейчас, потому что у нас очень много работы. И в первую очередь это, конечно, подготовить к выкопке наш чесночок. И сегодня у нас будет именно о последней подкормке нашего чеснока. Когда же у нас делать именно последнюю подкормку? Конечно, у всех регионы разные, созревание разное. И, собственно говоря, и сорта чеснока тоже бывают разные. Но я вам подскажу, что именно когда чеснок начинает производить стрелку, и как только она начинает, смотрите, выходить, значит, у нас примерно к сбору урожая остается примерно месяц. Вот примерно где-то за месяц у нас и существует последняя подкормка чеснока. Причем она, я считаю, что это самая основная. Почему? Потому что именно сейчас, когда мы нарастили зеленую массу, когда у нас начинается уже формирование вот этой стрелочки, выходит стрелка, то есть зеленая масса наращена. И вот именно в этот период уже головка будет отдавать, если идет семенная стрелка, это уже головка будет отдавать питательные вещества семенам. И именно в этот период надо заставить головку подрасти. Почему? Потому что надо обратить процесс, зеленая масса должна отдать все питательные вещества именно нашему чесночку. значит в первую очередь конечно мы оголяем чеснок от стрелок в какой период стрелка когда закручивается вот чесночок и когда стрелка выходит и закручивается это сигнал к тому что стрелку надо убирать она еще не сформирована то здесь еще никаких семян нет она еще мягкая и скажем так гибкая поэтому ее надо обязательно удалить почему мы это делаем я уже объясняла потому что именно растение когда она произрастает корень отдает все питательные вещества зеленой массе неважно цветок дерево она растит но когда она создает плоды или там какие-то коробочки на семена она естественно все питательные вещества отдает сюда поэтому головка расти ваша не будет а если вы не сорвете чесночную стрелку она останется точно такой какая она сейчас есть то есть вот как она там наросла такая она сейчас есть вот поэтому нам надо удалить стрелку существует очень много споров потому как эта стрелка удаляется многие вырывают ее именно с середины растения тем самым я считаю что в растении существует огромная дыра для прохождения всякой инфекции я противница этого и в конце концов с годами я поняла что зеленая масса отдает все питательные вещества именно чесноком и я пробовала в прошлом году экспериментировала чесночок и удаляла именно семенную коробочку то есть я не удаляла всю стрелку а именно семенную коробочку и вот представляете сколько еще сочная потому что видите сколько сока отрываешь сколько сока еще отдается именно для произведения искусства как я считаю что чеснок это как произведение искусства поэтому делайте как вы знаете но желательно даже если удалять стрелку то хотя бы до начала листьев не рвите так чтобы была большая рана стрелочку желательно удалять утром почему потому что именно вот эта ранка она должна зарубцеваться чтобы не было именно за день она обволакивается и сок уже не будет никуда поступать и инфекцию получить конечно гораздо уже меньше процентов вот что еще значит вот смотрите если тоже в зависимости от того как посажен чеснок если у вас посажен густовато вот как будто как у меня потому что кацапова всегда жадная для земли значит вот смотрите если густовато если у вас допустим много проходило дождей если земля слишком влажная в зависимости от этого и делаем тоже подкормку чревато мы всегда когда выкапываем чеснок то звонков очень много по поводу того что есть загнивание чесночных головок и именно сейчас мы можем тоже это предотвратить то есть в профилактических целях мы еще добавим лекарства для него чтобы она не получала грибковые заболевания именно там земле вот значит кто хочет обновить чеснок естественно чесночные стрелки не удаляйте выбираете самые толстые потому что обычно берут все что схватят выбираете самые толстые чесночные стрелки все-таки чеснок всегда символизирует какой он крупный мелкий наши белорусские сорта они не очень крупные но зато по остроте они очень хорошие поэтому выбирают естественно сорт по своему вкусу и конечно для хранения всегда в зависимости от толщины вот этой ножки она и видно какая будет луковица если ножка толстая вот сантиметра 2 примерно в объеме то конечно головка должна быть крупная но для этого еще надо постараться значит выламываем стрелки стрелочки не выбрасывайте их очень хорошо консервировать из них очень хорошо можно сделать чесночное масло то есть можно перекрутить и добавить масло и чтобы эти баночки у вас стояли можно также их заморозить добавляя в супы и в гарниры они тоже очень прекрасно подходят дают прекрасный аромат и то есть они сохраняют всю пользу чеснока оставьте на грядке несколько чесночных стрелок чтобы видеть когда вы копать вашу грядку потому что когда стрелка уже становится когда она выпрямляется вы видите на растении значит это уже символизирует о том что чеснок пора выкапывать но про это позже значит вот начали россии чесночные стрелки последняя подкормка чем же подкормить принципе можно всегда взять какое-то удобрение особенно мы знаем что сейчас никакого азота не надо им а им надо именно фосфор калий именно те вещества которые в особенности калий который накапливает вот это чесночная головка вот значит прежде всего грядка должна быть полита так как у нас проходили дожди самое время чесночок подкормить я придерживаюсь конечно органических удобрений вот в основном именно тогда когда уже скоро это все кушать поэтому здесь я работаю с органикой что я добавляю то есть мне надо обязательно внести калий для этого я всегда пользуюсь залой последняя подкормка здесь конечно большой комплекс еще и всяких минеральных веществ поэтому это кладезь для чеснока сейчас я обязательно стакан золы растворяю на ведро воды и поливаю примерно 5-6 ну примерно квадратный метр ну можно чуть чуть больше то есть поливаем обильно если же у вас широкие ряды хорошо посаженный чеснок правильно посаженные промежутки то вы можете просто междурядье посыпать вот этой золой а потом уже его поливать сверху для поливая всегда то есть для того чтобы не загнивали корни не загнивала ваша головка я использую всегда фитоспорин фитоспорин у меня всегда я делаю рабочий раствор как положено здесь даже вот все это написано как это сделать обязательно к бутылке приклеиваю инструкцию и он у меня все лето работает значит ложку рабочего раствора фитоспорина на ведро воды и этого достаточно и также рабочий раствор конечно дрожжей как я говорю всегда делайте дрожжевой дрожжевой вот закислитель для чего чтобы потом просто пользоваться им уже в ограниченных количествах если обычно пачку дрожжей кидают на ведро воды то у меня пачка дрожжей гуляет на все грядки я вам уже рассказывала как я это делаю эту закваску я делаю значит 100 грамм дрожжей и 2 столовые или одну столовую ложку сахара вот и этот раствор я тоже один стакан добавляю на ведро воды и этим раствором поливаю все для для чеснока этого всего достаточно все калийные особенно это калийное удобрение калийные вещества минеральные вещества есть в зале то есть вы стакан золы на ведро воды фитоспорина ложечку и стакан дрожжей вот этим раствором мы подкармливаем обязательно на следующий день прорыхлите почву чтобы это все дышало именно в корнях чтобы это все дошло до корней и потому что вы знаете что когда чеснок уже успокаивается в росте у него сильно наращивается корневая масса и обычно чеснок достают до того чтобы как говорят сильно не росла эта борода вот это основное что надо сделать последняя подкормка нашего чеснока уже при появлении стрелок я знаю что через месяц его надо будет уже доставать пойдем дальше очень просили рассказать именно про лапчатку какая же полезная да у нас существует три сорта хотя их очень много и люди спрашивают какой из них самый полезный так вот я вам хочу сегодня и рассказать про лапчатку ведь это же самое целебное растение наверное которая есть у нас на участке этот кустик он очень декоративен если люди которые имеют красивый газон посадят посередине этот кустик он может обрезаться он очень хорошо восстанавливается он будет шикарнейший он красиво зацветает и цветет долгое время желтыми красивыми цветками почему именно про желтую лапчатку и рассказываю потому что именно желтая лапчатка она кладезь она просто лекарство от всех болезней и я вам сейчас немножко расскажу о ней во первых ее в народе называют курильский чай потому что люди с севера это растение может расти даже в ледниковом периоде то есть она в леднике может существовать потому что морозостойкость его конечно феноменально и люди севера люди сибири они очень ценят это растение почему потому что здесь лекарств на все начиная от этих листочков потом цветочки желтые и конечно у них еще бывают такие ягодки вот ну небольшие еще конечно рано я можно будет потом показать и это растение она лечебно она целебно всем то есть собирают в основном конечно если уже надо большое количество то это можно и с веточками но в основном берут вот эти мягкие листочки собирают вместе с цветочками все это просушивают и сохраняют в бумажных каких-то пакетах больших именно для того чтобы заваривать чай во первых это делается легко и просто то есть вы берете стаканом кипятка заливаете столовую ложку вот этой сушеной травки скажу листочков и 10 минут на ставите все чай готов но какие феноменальные способности во первых при всех видах дисбактериоза для кишечника шикарная строй лечить также почки лечить также все кровеносные сосуды лечит останавливает даже кровотечение но там уже делают более концентрированный чай которые настаивают его надо немножко прокипятить больше берут смеси допустим две столовые ложки на 150 грамм воды и именно томят минут семь еще на огне чтобы это был концентрированный такой чай до для лечения почек очень хорошо ну а основная конечно основное лечение вот этим чаем курильским это конечно сахарный диабет он очень хорошо помогает людям при скачках сахара и именно восстанавливает вот сахар в крови поэтому для детей любую травму то есть отек любой отек любой порез это все лечится курильским чаем ведь наверное пришло время когда как господь сказал сколько есть болезней столько есть и лекарства у нас под ногами поэтому наверное пришло время обратить на лекарственные травы на лекарственные растения и иметь у себя в саду уметь мы в этом году будем даже разговаривать как приготовить вкусные фито чаи именно из травок которые у нас под руками из растений даже из той же лебеды из того одуванчика и которые именно помогают потому что многие ходят по травкам и не зная насколько они полезны буду немножко рассказывать потому что я вижу что это людям интересно и так лапчатка желтая это самое полезное растение которое должно быть у каждого садовода ну и немножко прекрасном ну и конечно как не пройти во время цветения пионов вот всю эту красоту конечно неизгладимое впечатление производят пионы когда зацветают но больше всего это конечно поражает аромат ведь каждый куст имеет свой аромат если взять допустим большие красивые пионы они источают конечно сильный аромат но есть и пионы которые снежным с красивым ароматом их разновидность сейчас просто поражает сейчас можно приобрести и зеленые и бурые и какие только невозможно и двухцветные пионы и наполовину разделенные то есть красные бордовые разных расцветок моря но я хочу сказать что именно эту красоту можно выращивать целый год чтобы потом этим насладиться ведь посмотрите ну вот до какой степени это красиво я не подсказала что конечно чтобы сделать красивый большой чтобы цветок был красивый надо обязательно видите раньше я подошла и уничтожала именно на цветочки вот еще дополнительные цветочки видите оставляю пенечки не делаю никогда раны между листочков и цветок получается вот даже после дождика видите с росой посмотрите какой красный красавец поэтому дарю вам эту красоту хорошее настроение и конечно этот благоухающий аромат на сегодня все до свидания берегите себя